Официально купальный сезон стартовал, но погода к летнему отдыху не располагает. Для водолазов, матросов и спасателей освода это хорошая возможность еще раз посмотреть готовность станций и постов перед сезонной работой. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова поучаствовала в контрольной проверке перед началом лета. На сегодня в Гомельской области работают 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих постов и 10 сезонных, где работают мастера своего дела, более 280 водолазов, матросов и спасателей. Работа штатных специалистов востребована всегда. Летом они помогают отдыхающим, а зимой рыбакам. Вопреки регулярным предупреждениям, те все равно выходят порыбачить на тонкий лед. Периодически такие истории заканчиваются трагедией. С начала года в стране от утопления погибли 84 взрослых белоруса. 28 из них были пьяны. Спасено 35 человек, из них 7 несовершеннолетних. В Гомельской области погибли 12 человек, двоих удалось спасти. Непляжная погода – прекрасная возможность проверить плавательные средства еще раз. Вскоре матросы отправятся патрулировать водное пространство Гомельщины, чтобы при необходимости прийти на помощь. В нашем областном центре есть и знаменитая пиранья, одна из четырех в стране. Эта лодка практически вездеходна, может преодолевать воду, затоны и даже лед. Такая маневренность помогает, когда счет идет на секунды. В этом году штат освода стал больше на 103 человека, половина из них студенты. Многие приходят в структуру работать второй год подряд. Мотивирует их возможность принести пользу обществу и спасти чью-то жизнь. Пилотный проект запустили в прошлом году. Он оказался успешным и обучение непрофессиональных спасателей вошло в систему работы освода. Все они перед стартом занятий проходят в медицинскую комиссию. Кстати, спасатели освода перед началом каждой смены также должны получить допуск к работе по медпоказателям. Каждое утро мы водолазов обязательно допускаем, проводим медосмотр. То есть делаем допуски и записываем в журнале допусков. Обязательно должны быть состояния здоровья в норме, потому что если где-то какие-то отклонения, водолазы не допускаются к погружению, то есть отстраняются от работы. Если обучающий здоров, начинается специальная подготовка. В конце сдают зачеты и нормативы. Александр Труханович, бывший военный из Петрикова, в проекте участвует второй год подряд. Говорит, что ему всегда хотелось помогать людям. Как узнал о курсах освода, твердо решил прийти на обучение. И его помощь пришлась кстати. В 2019-м Александр помог предотвратить трагедию на воде. На самом фронте стою, и вот женщина приходит с ребенком, с двумя, даже с тремя детьми от трех до пяти лет. Можете представить, это возраст, который не контролируется ребенком. Мама сидит в пяти метрах от берега, как сейчас принято, в гаджетах она сидит, дети ногами в воде уже. В пользу случая, я хотел бы перед сезоном обратиться, нельзя так делать. Нужно все-таки на расстоянии вытянутой руки, и тогда все мы будем живы и здоровы. Сезонные матросы работают рядом со штатными сотрудниками. Каждую смену дежурит бригада. В нее входит медсестра, а также три водолаза и моторист, которые ведут вахтенное наблюдение. На дежурстве всегда находится работа. Одни проводят учебные погружения, другие проверяют водолазное снаряжение. В первом случае моделируется ситуация, когда человек тонет. Водолазы должны оперативно прибыть на место, достать из воды пострадавшего и доставить его к медику, который ждет на берегу. Во втором, в центре внимания, легочные аппараты. Матросы проверяют, чтобы оборудование сработало правильно и давление было в норме. Оба вида занятий необходимы для спасателей. Например, если водолазу не хватит воздуха на подъем или ему нечем будет дышать в момент погружения, он запросто может получить травму легких и умереть. С 1 мая организация несет службу в усиленном режиме. Подготовлены спасательные средства, плавательные средства, наряжение водолазов. Подготовлен личный состав. У них приняты специальные зачеты к купальному сезону. И они готовы к несению службы. Вместе с тем проведена большая работа подготовительная в плане профилактической работы. Проведены выступления в трудовых коллективах, в учебных учреждениях. На станциях есть и четырехлапые помощники водолазов. На их счету тоже имеются спасенные жизни. В Добруши в прошлом году мужчина ночью провалился под лед. Дежурные поспешили на крики о помощи, но ошиблись, пойдя поначалу не в ту сторону. В нужном направлении их повела собака. Пес Рома вывел спасателей к пострадавшему, и это спасло ему жизнь. Распознать тонущего человека можно по нескольким признакам. Расположение его тела обычно вертикальное. Руки подняты вверх, как будто пытаются что-то схватить. Голова то поднимается, то исчезает под водой. Первое время тонущий может кричать и звать на помощь. Но если сил уже нет, то молчит. Прежде чем бросаться на помощь, обязательно попросите кого-нибудь позвонить в службу спасения на воде и скорую. Прыгать в воду самому имеет смысл, если умеете хорошо плавать. Вы должны быть готовы к сильным нагрузкам. Тонущий человек может инстинктивно, крепко схватить, ударить, потянуть на дно. Захватите с собой какое-нибудь плавсредство. Надувной круг, мяч, доску. Пригодится любой предмет, за который сможет ухватиться тонущий. В ином случае ему придется держаться только за вас, и это будет проблемой доставить его на берег. Чтобы не допустить трагедии, следите за своими детьми и не отпускайте их от них в воду. А также посещайте только оборудованные пляжи, где разрешено купание. Таких в областном центре 8. Их список вы видите на своих экранах. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, Александр Харлампов. Специально для программы «Де Факто».